Грандиозное событие для украинского каратэ состоялось в Одессе. 18 областей Украины, 280 комплектов наград, почти 1000 участников и еще больше болельщиков. Таковы масштабы 14-го чемпионата Украины по каратэ, организованного Федерацией Джундакан Украины в Южной Пальмире. В Одессе каратэ очень популярный вид спорта, особенно в Одессе. Здесь Одесская область, это не секрет, что является лидером среди всех областей в этом направлении. Точно так же главный тренер сборной команды Украины, президент Федерации Джундакан Украины Валерий Мадестович Куси, точно так же входит в десятку лучших тренеров по итогам 2013 года. А началось все в субботу. Торжественно поприветствовав пятерых спортсменов, получивших звание мастеров спорта международного класса, которые в прошлом году занимали первые места на международных турнирах, начались состязания в разделе столь популярного сейчас шобу кумите, спортивной версии каратэ и в разделе ката. Я приехал из города Черкасса вместо Смела, приехал сюда, чтобы победить, выступал сегодня в ката, занял третье место, противники были серьезные. В Одессе я достаточно часто на каждом турнире, который проходит в Одессе, стараюсь приезжать на него, чтобы повышать опыт, квалификацию спортсмена. Уровень соперников достаточно хороший, то есть побороться можно, можно побороться достаточно хорошо, и то есть готовиться надо в любом случае достойно, чтобы показать уровень. Самое интересное, как положено, было оставлено на закуску. И в воскресенье мы увидели это. В разделах «Фуллконтакт» и «Регумидзю» и «Регумиго» было рекордное количество участников, более 300 человек. Бои получили жесткие, бескомпромиссные и очень зрелищные. Бойцы проявили стойкость, характер и мужество. Даже получая травмы, они все-таки продолжали сражаться за сколь желаемый титул чемпиона Украины. Одним из тех, кому все-таки удалось достигнуть главной цели, был Вадим из Винницы, с которым мы пообщались сразу после его триумфа. «Оказался трудным это второй бой. Первый я его даже не успел прочувствовать, там 30 или сколько, 40 секунд длился бой. Второй бой тяжелый был, я как раз продышался, отлично себя прочувствовал. Всего четыре боя было. Последний, как вы видели, отказался человек, у него была травма ноги, не хотел выходить. Весе вроде было у меня 16 человек, если не ошибаюсь. Но турнир Украина, чемпионат Украины». Президент Федерации Джундекан Украины, который, собственно, и организовывает последние годы эти турниры, остался доволен и не скрывал своих эмоций после двух изнурительно проведенных дней. «Очень высоко поднялся уровень детей. 7 лет, 8 лет, 9, 10, то есть очень-очень высокий, хороший уровень. Взрослые, безусловно, показали себя, опять же, в хорошей форме. «Раздел Ирикуми, раздел фулл контакта – это непрерывное введение поединка в полный контакт. Поэтому этот вид достаточно очень сильно привлекает представителей Федерации рукопашного боя, представителей Федерации джиу-джитсу, которые регулярно являются участниками наших соревнований, представителей Федерации кикбоксинга, фри-файта, боевого самбо, дайда джу-ку, кудо. Поэтому хорошие, смешанные виды были, смешанные виды-ненаборств, которые присутствуют. Следующий турнир будет проходить с 28 по 30 июня. Это будет седьмой финал Кубка мира по карате и кабудо, на котором также будет присутствовать сборная Окинавы. Надеюсь, что все будет очень хорошо, будет мир на нашей планете. И город Одесса примет радушно еще раз представителей других стран. Народный спорт и дальше будет следить за новостями Федерации джун-докан, которая проведет в этом году в нашем городе еще не один яркий турнир. Артур Булыгин, Станислав Бабенко, Юлия Пастухова. Народный спорт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова